В новом году совершенствуется законодательство многих сфер, в том числе и труда. Согласно Трудовому кодексу в новой редакции, подписанному 28 октября 2022 года президентом Республики Узбекистана, размер выходного пособия будет зависеть от стажа работы. Расширена категория лиц, для которых не устанавливается испытательный срок, а также увеличенные виды рабочего времени. Обо всех нововведениях трудового законодательства наш первый материал. Базовый акт отрасли трудового права имеет приоритетное значение по сравнению с другими законами и нормативно-правовыми актами, регулирующими сферу. Закономерно, что он должен в полной мере соответствовать нормам международного трудового права, в том числе ратифицированным Узбекистаном, международным соглашением, учитывать требования рыночной экономики и реалии настоящего времени, в их числе развития предпринимательства, современных форм занятости, внедрениях IT-технологий в трудовые отношения. Эти и другие важные аспекты учтены в новой редакции Трудового кодекса. В новой редакции Трудового кодекса определены и конкретизированы основные принципы правового регулирования трудовых и непосредственно связанных с ними общественных отношений, исходя из ратифицированных Республики Узбекистан Конвенции Международной Организации Труда. Закреплены основные права и обязанности как работника, так и работодателя, которые отсутствуют в действующей редакции Трудового кодекса. Включен парораграф, определяющий защиту персональных данных работника. В действующем Трудовом кодексе содержатся лишь три основания для заключения срочного трудового договора. В новом Трудовом кодексе приводится более 18 оснований для заключения срочных трудовых договоров. Расширение этих оснований повлечет за собой более гибкие возможности для ведения бизнеса, построения динамичной структуры предприятий, позволит расширить возможности работодателей и оперативно реагировать на стремительно меняющиеся рыночные условия. Если действующий кодекс больше был ориентирован на регламентацию прав и обязанностей работодателя, новый кодекс на регламентацию прав, полномочий, обязанностей, интересов работника, соответственно, все те положения и аспекты с момента поступления на работу, время работы, время отдыха, конечно же, подписание, расторжение трудового договора, выход в отпуск, для женщин это уход за ребенком, для мужчин тоже уход за ребенком. Все это подробно регламентировано в новом кодексе. Детально, поэтапно раскрыт и регламентирован механизм урегулирования трудовых споров. В какой ситуации работник может куда обратиться, каковы права в данной ситуации профессиональных союзов, каковы полномочия других организаций по защите прав работников, каковы полномочия самого работника, как должен поступить работодатель, какие решения и каким образом принимаются решения со стороны органов, рассматривающих трудовый спор. Основные трудовые права работника значительно расширены и дополнены. Нововведением является закрепление его обязанности. К стандартному перечню документов, требующихся для приема на работу, добавляется идентификационный номер налогоплательщика и накопительная пенсионная книжка, за исключением лиц, поступающих на работу впервые. Еще ряд важных моментов. В новом трудовом кодексе отдельно включено положение в том, что оплата труда для мужчин и женщин ныне теперь обеспечивается на равных условиях. Ранее такой нормы в действующем кодексе не было. Также исключается такое устаревшее положение, как расторжение трудового договора по инициативе работодателя в связи с достижением работников пенсионного возраста. Тот домоклов меч, который над ним ранее висел, в том, что он достигнет пенсионного возраста и с ним расторгнут трудовой договор, над ним уже висеть не будет. Если работник квалифицирован, то работодатель, соответственно, не имеет оснований расторгнуть с ним трудовой договор. Когда речь идет о прекращении трудовых отношений по инициативе работодателя в соответствии с действующим законодательством, размер выходного пособия не может быть меньше среднемесячной заработной платы. Согласно новой редакции Трудового кодекса установлена дифференциация выходного пособия в зависимости от стажа работы у работодателя. Кроме того, удлинена продолжительность трудового отпуска. Если ранее продолжительность трудового отпуска насчитывала 15 рабочих дней, то теперь, согласно новому кодексу, минимальный период трудового отпуска будет составлять не менее 21 календарного дня. Ключом параграф о внедрении механизмов цифровизации процессов трудоустройства, введение электронных трудовых книжек, заключение регистрации трудовых договоров в единой информационной базе данных, расширенные виды режимов рабочего времени, сменная работа, гибкое рабочее время, разделение рабочего дня на части, режим рабочего времени, режим рабочего времени в командировке. Введен отдельный раздел, посвященный особенностям регулирования труда отдельных категорий работников. Вместе с тем определен круг государственных органов, которые наделены полномочиями по осуществлению надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и правил охраны труда. Особое внимание уделено принципам деятельности, правами и обязанностям государственной трудовой инспекции, а также взаимодействию между различными органами, в том числе инспекцией, органами прокуратуры и иными государственными органами по вопросам контроля и надзора за исполнением трудового законодательства. Документ, в значительной мере затрагивающий интересы всех взрослых граждан страны, поскольку большая их часть осуществляет свою трудовую деятельность на предприятиях различной формы собственности, вступит в силу с 30 апреля 2023 года. До этого срока каждый из нас может детально ознакомиться с его нормами, чтобы быть осведомленным о нововведениях, призванных обеспечить достойные условия труда, возможности для профессиональной самореализации и другими важными аспектами, позволяющими работнику ощущать свою значимость и чувствовать себя защищенным.